А пока у нас еще в заключении важная геополитическая новость. Все мы ждем встречу президентов США и России, Путина и Байдена. Она состоится завтра в Женеве, как мы знаем. Что ждать от этой встречи? Накаляются ли страсти, особенно после интервью последнего Путина у канала NBC? С нами на связи Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады. Все ожидания соберем сейчас. Саша, привет. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, изменилось ли что-то после интервью Путина? И вот недавно, я так понимаю, на брифинге спросили президента Байдена о том, считает ли он до сих пор Путина убийцей. После этого интервью он сказал, что возможно это было в прошлом, возможно Путин это подтверждал в прошлом, сейчас как-то ситуация, мол, уже может измениться. Ну, в общем, как-то ушел от ответа. Сейчас все интервью и вообще все, что происходит перед саммитом, как раз можно считать такой официальной подготовкой, официальной и неофициальной подготовкой, потому что официальная подготовка происходит в Госдепартаменте и в МИДе, но это такая официальная предподготовка, которая снижает некоторым образом ожидания. И таким образом, если будут достигнуты какие-то договоренности, ну, правда, маловероятно, что какой-то серьезный прорыв будет совершен, но тем не менее, даже если будут достигнуты договоренности, улучшены дипломатические отношения, уже это будет казаться большой удачей и тем, что действительно чего-то удалось добиться на этом саммите. Поскольку ожидания действительно самые низкие, и мы действительно, в общем, скатились к гонке вооружения уже такой типичной для холодной войны. Вот та самая холодная война 2.0, про которую мы все говорим на протяжении 7,5 лет, в общем, все это пришло, так сказать, к своей какой-то развязке. И сейчас, наверное, мы увидим, тем не менее, какие-то улучшения. И даже вот такие минимальные улучшения будут казаться, что это уже серьезное достижение. Саша, я вот как оптимистка все равно надеюсь на эти самые улучшения, о которых вы говорите. Но эта надежда, насколько она призрачна? Вот как вы считаете, все-таки есть какая-то подоплека, что мы можем продолжать на это надеяться? Ну, безусловно, такой осторожный оптимизм. Я тоже сторонник осторожного оптимизма, поскольку у нас нет нормального дипломатического диалога. Нужно сказать, его уже нет на протяжении долгого времени. Но его нет, извините, его нет с обеих сторон, что удивляет больше всего. Ну, да, это связано, безусловно, с аннексией Крыма в первую очередь, поскольку без возвращения Крыма в Украине сложно говорить о восстановлении нормальных отношений вот в тех рамках, которые были приняты до этого. Так скажем, вот если мы это не учитываем, то, конечно, с двух сторон отношения очень сложные, нет политической воли для того, чтобы эти отношения улучшить. Вот, собственно говоря, сейчас надежда на то, что эта политическая воля существует, конечно же, точнее появится, конечно же, в первую очередь Байден согласился на этот саммит в связи с тем, что США не хотят допустить соединение Китая с Россией против США, потому что, собственно, администрация Байдена восстановила такой термин «стратегическая стабильность». Мы о нем немножко позабыли. На протяжении администрации Трампа вообще американцы отказывались от этого термина. Но это стратегическая стабильность отношения с Россией для того, чтобы не допустить ее максимального сближения с Китаем. Ну и, конечно, сейчас США волнует, может быть, это очень утренняя тема, но США, конечно, волнует ограничения в вооружении. Это, в первую очередь, ядерные вооружения, это ракеты средней и меньшей дальности, о размещении в Европе, ну, вот эти все вопросы, которые наверняка будут обсуждаться. Поэтому тут осторожный оптимизм абсолютно оправдан. По крайней мере, в таких вот этих глобальных вопросах, по крайней мере, в вопросах стратегически поступательных вооружений. Кстати, Путин в интервью NBC все-таки о Байдене еще раз высказался уважительно. Да, можно сказать, что тоже в преддверии встречи так же протянул руку. Да, да, безусловно. И нужно сказать, что, конечно, администрация Байдена, при всем том, что администрация Трампа и Дональд Трамп говорил о такой близости к России, о том, что он хочет установить у него особые отношения с Владимиром Путиным, и вот сейчас даже передавал, просил передать привет через Джо Байдена. Вот, несмотря на все это, администрация республиканская, она была гораздо менее договороспособной, чем нынешняя администрация демократическая. Сейчас в Госдепартаменте находятся люди, которые занимались Россией, вообще Восточной Европой на протяжении долгих лет, и прекрасно знают, на что Россия пойдет и на что Россия готова пойти, ну, в том числе, касательно, опять же, вооружения, размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, то, что волнует Россию больше всего, и на что Россия никогда ни в коем случае не пойдет. И поэтому сейчас гораздо больше, больший оптимизм, так же и я сторонник, большего оптимизма, чем вот с прошлой администрации, когда происходили какие-то встречи или переговоры, даже несмотря на все внешнее. Поэтому всегда тут дипломатии, конечно, важны отношения личные, но в первую очередь нужно смотреть на то, что подписывается. Ну что ж, оптимизм в ожидании встречи Путина и Байдена на Оптимистик Ченнел. Спасибо большое. Мне очень понравилось то выражение, которое использовала Саша несколько раз, осторожный оптимизм. Осторожный оптимизм, и мы его придерживаемся. Саша Филиппенко, потому что сотрудник США и Канады Ран была с нами на связи. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите Дождь на Ютьюбе, но Дождь это намного больше, чем только наш Ютьюб-канал. Заходите на наш сайт, оформляйте подписку, и тогда вы получите доступ к огромному количеству программ. Программа «Политика. Прямая линия» — это аналитический разбор главных политических событий в России за ее пределами. «Деньги и деньги. Прямая линия». Программа об экономике. Программа «Бикос» — о главных событиях и явлениях в культурной сфере. Программа «Хардей знает». Эксклюзивное интервью в студии телеканала «Дождь». Программа «Психология», «Лекции», документальные фильмы, интервью и многое-многое другое. Все это на нашем сайте tvrain.ru. Заходите туда, оформляйте подписку tvrain.ru слэш подписка и оставайтесь с Дождем.